Весокая скорость распространения и короткий инкубационный период характерны для нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон. Пока на территории Одинцовского округа он не зарегистрирован, однако ситуация может измениться в любой момент. Учитывая, что прошли новогодние праздники, многие были в поездках, контактировали с большим количеством людей, естественно, занос будет. Теперь все зависит от того, как мы с вами будем соблюдать все меры профилактики, как мы сможем защитить себя. Одним из самых действенных методов профилактики по-прежнему остается вакцинация. На сегодняшний день у нас в поликлинических учреждениях нашей больницы есть все вакцины, разрешенные к применению на территории Российской Федерации. Особо рекомендуется использование вакцины «Спутник Лайт» для тех, кто переболел ранее и вакцинированный через полгода. Именно «Спутник Лайт» формирует быстрый иммунный ответ. Уже в течение двух недель нарастает достаточно большое количество антител, которые послужат защитой для вашего организма. Получить быстрый иммунный ответ, привившись «Спутником Лайт», решил и житель Одинцова Виктор. В прошлом январе он уже переболел ковидом. Тогда у него пропало обоняние, появилась одышка, были поражены легкие. Чтобы не повторять неприятный опыт, через полгода мужчина сделал первую прививку. Сейчас пришел на ревакцинацию. Вирус сходит, новый штамп идет, надо поберечься. Так что, ну и положено, вроде через шесть месяцев ревакцинацию делать. Александр выбрал для ревакцинации двухкомпонентный «Спутник Ви», так как делает прививку через год после первой. Раньше не было смысла, ведь в крови было много антител. О коронавирусной инфекции он знает не понаслышке. Работает в службе московской скорой помощи. Признается, сам не болел. С самого начала я соблюдал все меры безопасности, которые были только возможны. Понимаете, маска – это не панацея. Но масочка, перчаточки, где-то салфеточка, ручки помыл. И вот это все выстраивает такую стену, которая и защищает вас максимально возможным. Вакцинация в первой Одинцовской поликлинике проводится строго по записи. Пациенту нужно иметь при себе паспорт и полис. Желающих много, но очередь идет быстро. На осмотр пациента врачам отводится 6 минут. Измерение температуры, оценка состояния здоровья, опрос о хронических заболеваниях. Если все в порядке, доктор даст добро на прививку. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.